Здравствуйте! Очередное полезное видео. На этот раз о прогреве гидромеханического автомата и о том, за счет чего он греется. Как и любая коробка передач, ГМП греется от трения в подшипниках и зубчатых зацеплениях. Но тепла от трения, даже с учетом скольжения фрикционов и работы буксования при их включении, выделяется очень мало. Это, конечно, относительно. Основное количество тепла в гидромеханическом автомате выделяется в гидротрансформаторе. Смотрите видео об устройстве гидротрансформатора на канале Инженер. Оставляю подсказку и ссылку в описании. В спорах о том, надо ли прогревать автомат или нет, и как это делать, истину можно найти в руководствах по эксплуатации. Может быть две объективные предпосылки для этого. Первое – это масло, второе – это зазоры в сопряжениях. В широком температурном рабочем диапазоне вязкость рабочей жидкости также изменяется значительно. А это значит, что диапазона адаптивности системы управления может не хватить. Что скажется на качестве переключений? Как и в любом узле, в гидромеханической передаче имеются зазоры в сопряжениях, которые обусловлены допусками на размеры деталей. Допуски – это отдельный вопрос, о котором надо будет снять отдельное видео. В процессе работы коробки все детали в конечном случае достигают одной температуры. Зазоры в сопряжениях изменяются в зависимости от теплового расширения. В процессе прогрева разные детали нагреваются неравномерно, что может привести к образованию нештатных зазоров. Поэтому желательно прогревать коробку без нагрузки. Но, как показано в видео про гидротрансформатор, одна из составляющих характеристики трансформатора – график зависимости коэффициента полезного действия от передаточного отношения. И чем больше разница частоты вращения между насосным и турбинным колесами, тем меньше коэффициент полезного действия, а значит, больше выделяется тепла. Тепло выделяется за счет того, что рабочая жидкость ударяется о лопатке турбинного колеса, и ее кинетическая энергия переходит в тепловую. А кинетическую энергию рабочая жидкость получает от двигателя. Чем частота вращения двигателя выше, тем больше мощность прогрева гидромеханической передачи. При этом не стоит забывать о повышении нагрузки при уменьшении передаточного отношения гидротрансформатора. Смотрите видео по ссылке в описании и подсказке. Остались вопросы? Пишите в комментариях. Расскажите о своем опыте прогрева автоматических трансмиссий. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать полезных видео. Оцените лайком или дизлайком это видео. Делитесь полезными видео с друзьями. Смотрите другие полезные видео на канале Инженер.